Спонсор кулинарной рубрики торговая марка Рагоп. Осталась такая книга рецептов, если помнят хозяйки. Вот мне бабушка такая по наследству передала, и у меня есть эта книга. Подожди, от руки? От руки написанная книга рецептов. Серьезно? Абсолютно. И ты хранишь ее до сих пор? Да, я считаю, что это вот такая религия. А давай привезешь ее в следующий наш эфир. Ну, постараюсь обязательно. И на самом деле, то есть есть чугунный казанчик, из которого готовила она, и вот он мне достался. У меня такое ощущение, что те блюда, которые она мне... Именно те блюда, вообще они один в один у меня выходят вот такими же, как я у нее пробовала когда-то. Ну что, дорогие друзья, есть семейные ценности, есть семейные реликвии, порой это даже рецепты. Есть семейные завтраки. Абсолютно с собой согласна. Это почти. Однозначно могу сказать, что в субботу-воскресенье, раньше когда-то моя семья делала беляши, знаете, такое бывает, все семьи собирались, делали. Да, ну на ужин же такую красоту. Беляши на завтрак? Да, да, посмотри, в субботу-воскресенье, почему нет? Нет, конечно, если в субботу-воскресенье утро начинается часиков так в 12, то как раз беляшик это самое то. А ровно через час борщом это все нужно шлипнуть. Абсолютно. Правильно? Я не откажусь. А потом полдник уже наступает. Абсолютно. Уже где-то так ближе к трем часам как раз можно слепленные домашние пельмешки. Хочу рассказать вам, о чем будет идти речь. Абсолютно всем понравится. Давай. Я хочу приготовить вашему вниманию сосиски эскимо. Да, то есть для приготовления этого блюда, собственно говоря, нам понадобятся замечательные вкусные сосиски нашего спонсора, партнера. Торговый маркер Го. Торговый маркер Го. Мое любимое и твое любимое слоеное тесто. Что мы делаем? Мы берем. Это может быть в произвольной форме. Заворачиваем эскимо. Помните, оно тоже разное бывает, да? Детки получаются такие. Детки получаются. Мальчики с пальчиками. Самое главное, надеваем это все на палочку. Палочку. И все, и выкладываем. Очень просто, очень быстро. Потом это все вот желтком, естественно, снабжаем. Можем это все сделать в виде там совершенно разных видов. Потому что эскимо, эскимо тоже бывает нашего местного молдавского производителя, да? То есть бывает там московская, я не знаю, литовская, я не знаю, какой у нас. Я поддерживаю нашего молдавского производителя, я других даже и не знаю. Да, есть два русских. У меня эскимо, все прекрасно знают его цвета. Серьезно? Ну, этикетку. Правда? Ты его из тысячи узнаешь. Я равнодушна к мороженому, но вот от такого бы не отказалась. Смотрите, хоп. Анют, вот... Все, я пошла творить. Нет, подожди, перед этим я тебе энергии дам своей. Ну, подойди сюда, тебя обнять хочу. Давай. Вот если я тебя вот так вот понимаю, это, конечно, приятно, да? Но если бы тебя обнял премьер Канады... О, Боже, не мечтала об этом, честное слово. Рассказывай. А вот с этого момента мечтаешь? Нет. Почему? Так как ты... А почему я должна об этом мечтать? Потому что премьер Канады раскрыл объятие для филиппинских женщин. О, Майк Гол! На 31-м саммите в Маниле премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел встречу с местными бизнес-вумен. Речь идет об участниках уникальных проекта Great Woman Project, направленного на оказание помощи женщинам, предпринимателям в сфере малого бизнеса. По завершении встречи молодой премьер так очаровал своих собеседниц, что одна из них попросила пословать ее в щеку. Трюдо ответил согласием, но после этого ему пришлось выполнить аналогичную просьбу других участниц. Никто не оказался обделенным, даже случайно оказавшийся в этой компании мужчина. Тоже получил свою порцию любви, опубликованное на ютубе видео, мгновенно завоевало популярность в социальных сетях и добавило Трюдо славы самого обязательного из современных политиков, самого обязательного и самого обаятельного из современных политиков. Что, да, обаятельная, конечно, играет свою роль, но вот я уверена, что это все спонтанное решение. То есть это не было продуманно его пиар-менеджерами, агентами и т.д. и т.п. Это, я так думаю, что, ну, такой чувак. Ты знаешь, мне искренне приятно находиться с тобой рядом. Знаешь почему? Потому что ты так веришь в добро. Такая наивная. Ты так веришь в добро. Это так здорово, это так подпитывает изнутри. Ой, ты знаешь, учитывая то, что совсем недавно на днях был Всемирный день доброты, я думаю, что нам всем стоит все-таки верить в добро. Ну, а смысл жить тогда, если не верить? Если не верить в доброту? Ну, да. Согласен. Согласен, сложно жить. Сложно жить без защиты. Вот добро – это некая защита. В полиции это тоже защита. Не некая, а защита. Сережа, можно я пока отправлю то, что у нас есть туда, откуда мы это все будем потом доставать? Это куда же? Туда, откуда. Да, обычно выходят самые вкусные блюда. Да, я об этом отрячу. Спасибо. Я отправляю эту всю красоту и очень хочу послушать. Ну, якобы, да, хочу рассказать о том, что защита – это доброта, защита – это полиция. Полиция должна быть сильной, полиция должна создавать образ доверия. Вот, например, полиция Дубая, она побила мировой рекорд по толканию самолета. Полицейские смогли протащить самолет, который весит почти 303 тонны на 100 метров. Всего аэробаз А380-800 предыдущий рекорд установили сотрудники безопасности международного аэропорта Гонконга. Тогда они протащили самолет весом 218,6 тонны на 100 метров. Рекорд в Дубае был поставлен в рамках фестиваля здорового образа жизни «Дубай фитнес челлендж», который проходит с 20 октября по 18 ноября. Если вы на данный момент находитесь или собираетесь находиться в Дубае, почему бы и вам не принять участие в этом проекте? Может быть, мы еще раз покажем нашим телезрителям этих доблестных полицейских, доблестных дубайских полицейских, которые установили мировой рекорд и перетащили огромный самолет все вместе. Вот они. Вот они, эти дубайские мужики. Не, ну как всегда, конечно, все очень дорого, все очень красиво, все очень организовано, все очень продуманно. Все как всегда, как в Дубае. Понимаете, в Дубае они даже самолет тащат. Красиво. На горбу своем красиво. И дорого. Сергей, ну... Что? Пусть тащат. Действительно, здорово, интересно, красиво. У нас не менее здорово, интересно, красиво получается очень блюдо, которое готовится крайне быстро. Самые простые ингредиенты для него понадобились, это сосиски, это слоеное тесто. Вот яйцо я не использовала. Некоторым хозяйкам могу порекомендовать просто вот желтком смазать. Кстати, можем потом, когда вот сейчас будем доставать, смазать это все и облепить кунжутом или маком. Да, таким образом, вот бывает же мороженое, я же говорила, разное эскимо, да? То есть бывает так вот эскимо в шоколаде и в кунжуте. В шоколаде, в кунжуте или в маке. Ты говоришь, что ты не любишь мороженое, а ты рассказываешь о нем так, как будто бы ты мечтаешь его сейчас съесть. Я просто профессионально умею рассказывать. О мороженом. Я абсолютно равнодушна. Так что с яйцами, что мы с ними делаем? Что мы с ними делаем? Мы их разбиваем. Ну да, вот желток или все яичко, то есть как бы мы его потом намазываем. То есть мы будем покрывать наше эскимо глазурью? Да. Яичной? Да. Ну так ее назовем. Это не глазурь, но в данном случае это будет глазурь. Да. Тебе удалось разбить яйцо? Удастся ли тебе? Пробовала ли ты? Думала ли ты когда-нибудь попробовать разбить кокос? О нет. Я помню, я с Денисом на этой кухне, мы что-то готовили, и он так профессионально это делал. Кокос? Да. Разбивал? Да. Но не кулаком? Нет. Вот. Почему? Потому что в Германии побит рекорд по разбиванию кокосов кулаком, и этот рекорд принадлежит не нашему коллеге Денису Рындам. В немецком Гамбурге побит новый рекорд, новый мировой рекорд Гиннесса. Правда, в очень необычном соревновании. Тэквондист Мухаммед Кахриманович за минуту разбил 123 кокоса. Мастер боевых искусств выполнил трюк голыми руками. Предыдущий рекорд принадлежит Абхэшу Доминику из Индии. Тогда было разбито всего на один кокос меньше. Вот сейчас в ускоренном режиме мы можем наблюдать процесс этого рекордного разбивания кокосов. Я бы даже не попытался своим кулаком шлепнуть по этому кокосу, потому что, мне кажется, я бы остался с целым кокосом, но с поломанной рукой. Абсолютно с собой соглашусь. А смысл во всем этом? Ну, наверное, есть только у тех, у кого этих кокосов мерено-немерено. Поэтому идея на поверхности, да, то есть они придумывают что-то оригинальное. Да не жалко этих кокосов? Руку жалко? А во-первых, мне жалко руку. 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 Мне на самом деле, эта идея в жизни бы не пришла в голову. Зато пришла другая. Мне пришла идея в голову показать, может быть, промежуточный результат. Абсолютно с тобой соглашусь. Давай. Я уже в глазурь обмакнула нашу такое совсем не сладкое блюдо. Вот такое вот эскимо сосисочное. Наши телезрители увидят? Увидят. Вот таким образом. Ему осталось минут 15, и, пожалуйста, подавайте. Кстати, замечательное оригинальное блюдо для того, чтобы сделать школьный завтрак. Отправить школьников в школу. Ну что, конечно, это здорово утром получить полезную кулинарную информацию, тем более, если подготовила ее Аня Донеченко, тем более, если она это все и приготовила своими руками. Но мне кажется, что 99,9% наших телезрителей каждое утро ждут именно эту информацию, это прогноз погоды. Мы передаем слово нашему коллеге Александру, Веру. Саша, ждем от тебя прогноз погоды на сегодня. Очень.